Возле храма спасения рукотворенного образа Господа Иисуса Христа звучит молебен. Паломники из Кировской Апатитов готовятся к путешествию. На этот раз они посетят Северную Фиваиду, центр русской святости, Вологодскую область. С благословением путники садятся в автобус, который предоставила для поездки компания Фусагра. 15 часов дороги. Паломники приехали в деревню Прилуки Вологодской области. Здесь они посещают один из самых древних и больших монастырей русского севера – Спасоприлузский Дмитриев мужской монастырь. В 1371 году в излучине реки Вологды его основал ученик Сергия Радонежского, святой Дмитрий Прилузский. Красивый и молодой, рано Дмитрий отказался от мирской жизни и всецело посвятил себя Богу. Основал святую обитель. История знает немало чудотворений, произошедших по его молитвам. Одно из них случилось, когда в 1409 году в Вологде разразилась страшная болезнь. Была эпидемия в Вологде, которая называлась Корчета в народе. Люди очень страдали и массово начали приходить в наш Спасоприлузский монастырь, обращались с молитвой к преподобному. И по ходатайству преподобного Дмитрия Господь подавал исцеление. Экскурсию для паломников проводит выпускник Вологодской духовной семинарии, ученик Московской духовной академии Сергиевой Лавры, чтец Артемий. Не монах, но проживает в обители и несет послушание. Артемий рассказывает гостям о святынях монастыря, главной из которых – мощи Дмитрия Прилузского. Рядом с ними всегда происходят чудеса. В 15 веке во время набега вятичей один из воинов-захватчиков пытался осквернить святые мощи. Он сорвал покрывало с гробницы и упал замертво. Господь не допустил поругания. И так святой Дмитрий Прилузский много раз совершал чудеса и помогал прихожанам. К преподобному, как к живоносному источнику, до сих пор притекает молящийся с других городов. Наши братья в Алакжане и по молитве преподобного получают просимое. В Спасо-Прилузском Дмитриево-Мужском монастыре красиво и спокойно. Здесь сохранились памятники архитектуры 16-17 веков. Среди них – Пятиглавый Спасский собор и древняя деревянная Успенская церковь. Архитектурный ансамбль монастыря окружают мощные стены. Почти тысяча метров в длину с пятью башнями. На территории храмы – жилые хозяйственные здания. В центре – собор Всемилостивого Спаса и происхождение честных древ, животворящего Креста Господня, монументальной и пятиглавой. Я приехала в первый раз с большим удовольствием, с большим желанием. Меня это удивляет. Десять человек, которые молятся об отчизне, молятся о правительстве, о том, чтобы был мир на земле. Они же ходатай перед Богом. Паломники делятся впечатлениями и отправляются на экскурсию по Вологде. Интересные факты о городе, рассказывает историк Владимир Липовецкий. Купцы ехали из Англии в Архангельск, из Архангельска в Вологду, из Вологды в Ярославль, из Ярославля в Москву. Вот такой был путь. И вот говорили, проедешь Волог, да еще Волог, да еще Волог, и вот город Вологда. Паломники осматривают Кремлевскую площадь, Архиерейский двор и Софийский собор – памятник 16 века. С этим местом связана легенда о царе Иване Грозном и упавшем кирпиче. Как Иван Грозный гулял, посмотрел строительство собора, наблюдал, и вот упал на Ивана Грозного кирпич. Разгневался Иван Грозный, переказнил множество народа, и Вологде больше не было. Но это первая только правда, только одна часть. Вологда – место удивительной красоты. Здесь более 30 храмов. Паломники полны впечатлений. Не сравнить ни с одним, ни с Ярославскими монастырями, ни с Нижегородскими монастырями. И настолько в нем есть какая-то духовность, душевность тихая, чистая, спокойная. Первое восприятие совершенно все другое – это какой-то такой действительно север русский. Вот эти маленькие деревянные дома, вот это множество храмов в церкве, которые мы сегодня увидели, еще которые нам предстоит увидеть. Здесь безумно хорошо, спокойно. Здесь такие старинные места, такое благоухание. Очень красивые места. Очень хочется, чтобы пригласить сюда своих детей, чтобы они тоже здесь насладились этой красотой, вдохновились благодатью Божией. В Вологде было один раз проездом, а сейчас и с экскурсией. И первое, что мне произвело впечатление – это история этого края, этого города, который я раньше не знала, а сейчас я с этим соприкоснулась. Стала интересоваться историей и узнала с удивлением, что Иван Грозный хотел здесь сделать столицу. И стала по-другому относиться к этому месту. Здесь столько храмов, они буквально на каждом шагу, за каждым поворотом ты видишь новые церквушки, главы. Это просто потрясающе. В поездку в Вологодскую область северян благословил митрополит Мурманский и Мочегорский Митрофан. Владыка дал паломникам особое задание – посетить Воскресенский собор и поклониться мощам святого Антония Вологодского, а также святого Александра Баданина, родственника правящего архиерея. Отец Александр Баданин был прославлен в феврале 2000 года, а в 22-м году были обретены его мощи. А сейчас из алтаря их переместили в Воскресенский собор. Мы верили, что он являлся духовным покровителем нашего, небесным покровителем нашего духовного училища. И действительно, когда были какие-то сложные моменты, даже у меня приезжает на паломники из Череповца, они говорят, нас к отцу Александру сводите, а остальное там к святелю Антонию, к отцу Александру, когда они в разных местах были. А дальше куда хотите, мне говорят. Поэтому, естественно, мы отца Александра Баданина очень почитаем Вологджане. Мы его, естественно, любим искренне и не просто верим, мы знаем, что в трудный момент всегда он нам поможет. Это предок человека, которого мы знаем лично. И вот лично мое воцерковление началось с ладыки Митрофана в Арзаге. Да, он еще был просто иеромонахом. В лавке икона нас ждала одна единственная. Вот мы ее светили на мощах и повезем в наш патийский храм. После осмотра достопримечательностей Вологды паломники посещают церковь Лазаря Праведного, объект культурного наследия, храм, последний построенный в Царской России. Здесь же находится старинное кладбище и место обретения мощей святого Александра Баданина. Когда вожу группу, рассказываю, что это на самом деле, ну это мое мнение, альфа и омега Вологды. Потому что альфа, то есть тут находится, не доходился, строится Герасимов монастырь, где находятся мощи основателя города Вологды, преподобного Герасима Вологодского. А Лазаревский храм, это был последний храм города Вологды, построенный в Царской России. И еще что было интересно, то есть это был последний храм, и на нем были, как говорится, на этом кладбище похоронен наш лесно-вологодский святой, святой праведный Александр Вологодский, который был прославлен в 2000 году. Это на тот момент был один из последних канонизаций вологодских святых. Паломники поклонились месту, где был упокоен святой Александр Баданин. Каждый почувствовал незримое присутствие вологодского молитвенника. Наши земляки также узнали, что в конце июня мощи Александра Вологодского торжественно перенесут в Лазаревский храм из Воскресенского собора. На этом большом событии паломники планируют побывать.